Говорят, что капитализм без банкротства все равно, что христианство без преисподней. Ну с христианством у нас все нормально, а темпы инфляции в стране в 4 раза превысили темпы роста заработной платы. В отдельных регионах цены росли быстрее зарплат в 10, 20 и 73 раза. Базовая инфляция с апреля по апрель составила 17,5%, а рост заработной платы 4,4%. Среди регионов России самая большая разница между ростом цен и зарплат отмечена в Республике Башкирия. Еще в пяти регионах темпы инфляции опередили темпы роста зарплат более чем в 10 раз. Это Новгородская область, Брянская область, Псковская область, Республика Алтай и Курская область. При этом в шести регионах соотношение темпов инфляции и роста зарплат посчитать вообще не удалось, так как в них заработная плата снизилась. Речь об Амурской области, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Тверской, Волгоградской и Курганской областях. 300 тысяч россиян могут объявить себя банкротами. Именно столько граждан сейчас крепко увязло в долгах. Они имеют кредиты на сумму более 500 тысяч рублей и не менее 90 дней просрочек по ним. Таким образом, они подпадают под закон о банкротстве физических лиц, которые должны вступить в силу 1 октября 2015 года. Однако надеяться, что долги будут полностью списаны, не стоит. Как предупреждают эксперты, рассчитываться с кредиторами все же придется. Интересно, чем? По сравнению с 2014 годом выезд российских туристов за рубеж сократился на 40%. В то же время въездной турпоток иностранных туристов в России увеличился на 16%. Причем, по оценке руководителя Ростуризма, который и привел эту статистику, такая тенденция будет продолжаться. Более того, руководитель профильного ведомства мягко рекомендует турбизнесу действовать так, чтобы деньги оставались в стране. Да мы бы и рады поехать. Да тут вот 300 тысяч человек готовы обанкротиться. Так что не до туризма. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в Палюсе на отметке 1600 пунктов. Среди лидеров Роста. В СМПО Ависма, Русал, Распадская, КамАЗ и Россети. Аутсайдеры ТГК-1, группа Пик, ММК, Аэрофлот, Дикси и Ростелеком. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением на фоне опасений относительно ситуации по Греции и Китаю. Европейские площадки полны оптимизма и вчерашние торги закрыли в Палюсе, рассчитывая на благоприятное решение греческого вопроса. На азиатских площадках также преобладает позитивная динамика. Нефтяные котировки пошли вверх. Курс доллара на 9 июля 57 рублей 21 копейка. Курс евро 63 рубля 8 копеек. Золото стоит 2123 рубля за грамм. Серебро стоит 27 рублей 58 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 58 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.